Глубоко уважаемый Борис Сергеевич, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию небольшой доклад по работе гастроэнтеролога в рамках нашего центра. И здесь, наверное, я расскажу о каких-то нескольких аспектах, которые можно осветить, потому что в целом работа очень большая, объёмная. И на сегодняшний день я работаю в рамках мультидисциплинарной команды, которая у нас есть. Работа делится на две части. Это, естественно, работа в стационаре и работа на амбулаторном этапе. И, соответственно, и пациенты, часть – это те пациенты наши, которые проходят у нас лечение, дальше они остаются у нас под наблюдением, и, соответственно, проходят лечение, в том числе и у гастроэнтеролога. И, естественно, это и те пациенты, которые обращаются к нам со стороны. Пациенты тяжёлые, пациенты, по крайней мере, которые к нам приходят на приём, это пациенты сложные. Основные жалобы, с которыми приходят больные гастроэнтерологу – это все возможные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта после проведённого оперативного вмешательства. Это те осложнения, которые возникают на фоне проводимой химио-лучевой терапии. Это, естественно, и пациенты в рамках палеотивной симптоматической помощи. Я не занимаюсь противоболевой терапией, у нас на это есть специалисты, но какую-то часть работы мы тоже на себя берём, как гастроэнтерологи, соответственно. И это основная жалоба, вот тоже, с чем часто пациенты приходят, это прогрессирующая потеря веса, либо на фоне лечения, либо после операции, с чем и необходимо разбираться. Пришла я на работу ВНМИС в 2017 году, и вот я тут показываю на графике, что в 2017 году было с мая по декабрь 338 обращений, за 2018 год уже 1252 обращения, и сейчас с января по июнь 2019 фактически 700 обращений, это только амбулаторных пациентов. Ну вот непосредственно моя статистика, думаю, на этом примерно и остановится, потому что больше уже, к сожалению, приём сделать нельзя. По локализации заболевания пациенты разные. Фактически, наверное, все пациенты, которые к нам обращаются, но основная масса – это пациенты после оперативного вмешательства на желудке, кишке, пищеводе, поджелудочной железе, ну и, соответственно, все другие локализации тоже попадают на консультацию. Если смотреть по распределению жалоб, то в основном это потеря массы тела, это нарушение стула, чаще всего диареи, запоры, огромное количество пациентов с рефлюксами после проведённого оперативного вмешательства, диспепсии, тошнота, рвота, лекарственные поражения печени на фоне лечения и, соответственно, другие жалобы. С потерей веса всегда необходимо разбираться. Почему? Потому что здесь необходимо проводить дифференциальную диагностику между и прогрессированием основного заболевания у пациента, и, соответственно, последствиями оперативного вмешательства. Для рутинной оценки нутриционного статуса мы используем у себя в стационаре биоимпедансный анализ состава тела, у нас стоит диамантайст, естественно, используем шкалы, лабораторную инструментальную диагностику, показатели. На биоимпедансе вот можно посмотреть состав организма, это можно посмотреть мышечную массу, жировую массу, внеклеточную, внутриклеточную жидкость. В динамике это достаточно хорошее исследование, которое позволяет оценить в том числе и эффективность проводимой нутриционной поддержки в динамике. Ну, а вот с потерей массы тела вот так вот примерно выглядит исследование, и дальше уже в динамике, когда распечатываются все последующие исследования, в столбиках мы видим показатели, как они меняются. С потерей массы тела, естественно, необходимо, как я уже говорила, разбираться, потому что пациенты тяжелые, пациенты сложные, и не всегда представляется возможным сразу сказать, в чем причина. И очень хорошо, когда пациенты наши, которые у нас ранее лечились, потому что у нас есть очень хорошая взаимосвязь, естественно, между отделениями и лечащими врачами, мы всегда можем понять историю, посмотреть, что с пациентом. Несколько сложнее, когда больной приезжает, допустим, из региона или обращается из другого учреждения, больной сложный, он приходит. В ситуации, например, вот как я сейчас покажу несколько клинических демонстраций быстренько, недавно обращается пациент, соответственно, рак тела желудка, состояние после лапароскопической гастроктомии, соответственно, на момент осмотра данных за прогрессирование основного заболевания нет. Но пациент обращается с тем, что у него имеется прогрессирующая потеря массы тела в течение последнего года, общая потеря массы тела за последний год 11 кг, соответственно, вес на момент осмотра 45 кг, индекс массы тела 16,3, постоянный жидкий стул до 18 раз в день, начало диареи после где-то 8 месяцев окончания лечения основного заболевания, то есть, казалось бы, непонятно, с чем связано. Отеки нижних конечностей, соответственно, где-то до средней трети голени пациентка тяжелая, лечилась пациентка не у нас, она приехала из региона, по месту жительства она предоставляет мне кучу справок о том, что она неоднократно постоянно госпитализируется в стационар по месту жительства, пациентке проводится какая-то там симптоматическая терапия, частично пробуется введение парантерального питания, все с кратковременным эффектом, после выписки из стационара пациентка продолжает истощаться, у пациентки рецидивирует диарея, соответственно, она приезжает к нам для того, чтобы выяснить, в чем причина. На момент осмотра фактически у пациентки кохексия, в день обращения стул, как она говорит, до 20 раз в день, и ничего не помогает. Мы начинаем пациентку обследовать. Данных за рецидив основного заболевания у пациентки действительно нет. По фиброколоноскопии у пациентки незначительный какой-то катаральный колит, по гистологическому заключению это поверхностный колит с минимальным воспалением без какой-то нозологической принадлежности, то есть, соответственно, ничего у пациентки нет. На ФГД с аностомоз проходим, слизистая, без патологии, данных за рецидив нет. В клиническом анализе крови снижение гемоглобина, биохимия, ну, соответственно, гипоальбуминомия. Клостридиальные инфекции и другие отрицательные, но в ходе дообследования вот конкретно у этой пациентки, чем вся песня закончилась, непонятно по каким причинам, ну, после проведённого лечения у пациентки развелась тяжеленная экзокринная недостаточность поджелудочной железы, в итоге эластаза у неё менее 15, на заместительную ферментативную терапию, которую на сегодняшний день моя пациентка получает. Набор массы тела у неё составил сейчас уже порядка 5 или 6 килограмм, стул у неё стабилизировался на сегодняшний день, вот буквально она мне вчера отписывалась, стул сейчас 4-5 раз в день, отёки у неё постепенно сходят, ну, ещё какие-то сохраняются, но уходят. Но, так или иначе, вот такие пациенты, когда обращаются с потерей веса, здесь действительно нужно разбираться, в чём причина. Пациенты сложные, пациенты тяжёлые, и не всегда причина однозначна и видна на первый взгляд. Тоже пациент примерно такой же, рак большого дуоденального сосочка, тоже лечился в регионе, механическая желтуха, состояние постерогастропанкреата, дуоденальная резекция от 2017 года. На момент осмотра по месту жительства ему ставят под вопросом прогрессирования заболевания, но с чем приезжает пациент к нам? Потеря массы тела точно так же за последний год более 30 кг, стул до 20 раз в день, отёки тяжёлые у пациента до средней третьей бедра, одышка при минимальной физической нагрузке, пациент тяжёлый, истощённый, сидит на приёме, доктор, помогите. То же самое, начинаем пациента обследовать, в принципе, по результатам обследования, вот здесь у пациента всё то же самое. Точно такая же в итоге. Ну, здесь понятно, почему, соответственно, экзокринная недостаточность, это, скорее всего, последствия, естественно, оперативного вмешательства. Вот тоже вчера специально спросила у пациента, считайте, с апреля месяца по настоящее время набор массы тела у больного 9 кг, стул стабилизировался, пациент, в общем-то, компенсирован, компенсирован, и явных признаков прогрессирования основного заболевания на момент осмотра не получится, пациент находится у нас теперь на динамическом наблюдении. Поэтому с потерей веса, конечно, всегда нужно разбираться, что это, откуда это происходит, и каким образом дальнейшим пациентам этих лечить и вести. Ещё одна проблема, с которой очень часто обращаются больные, это все возможные рефлюксы. В том, естественно, после оперативных вмешательств это пациенты с операциями на желудке, пищеводе, с пластиками, с резекциями. И вот здесь вот как раз тоже не всегда однозначно мы можем сказать, какой конкретно у пациента рефлюкс, то есть что забрасывается, в какое время суток, как это корректировать, потому что фактически пациент обращается с чем? Пациент обращается с жалобами и с результатами эндоскопического исследования. Что мы можем оценить? Мы можем увидеть у пациента, допустим, при хорошем раскладе действительно какой-то эрозивный рефлюкс изофагин, мы можем оценить жалобы пациента, но не всегда можно точечно подобрать терапию и не всегда можно совершенно точно сказать, вот как ее распределить в течение дня. И здесь нам приходят на помощь еще дополнительные методы обследования, которые можно использовать. В данном случае я хотела показать пару клинических таких же случаев с использованием суточной импеданс-пиашметрии. Это исследование, которое позволяет точно определить характер и высоту рефлюктата, который забрасывается у пациента, соответственно, в пищевод из желудка, из кишки, ну, соответственно, из того, что есть на момент осмотра. Это исследование, которое проводится так, пациенту в нос вводится тоненький силиконовый зонт. Дальше этот зонт опускается в желудок, либо, соответственно, можно после, в том числе мы сейчас проводим такие исследования и пациентам с гастроктомием, но тогда мы ставим его там либо в кишку, либо ориентируемся, вот как здесь написано, на ножке диафрагмы, но это в зависимости от ситуации. При сохраненном желудке, то, соответственно, ориентируемся на ножке диафрагмы, зонт опускается пациенту в желудок, пациент сутки с ним ходит, зонт на обратном конце прикреплен к портативному датчику. И вот как снимается суточное мониторирование сердца, точно такое же снимается с желудка из пищевода. Что мы можем оценить в результате обследования? Есть или нет у пациента рефлюксы? Какие конкретно они? Ой, какие конкретно они? В какое время суток они наиболее максимального пациента происходят? И дальше уже в зависимости от этого мы подбираем необходимую точечную терапию. Наш пациент недавно обратился, соответственно, в диагноз рак антрального отдела желудка, электрохирургическое удаление опухоли антрального отдела желудка с лапароскопической биопсией сигнальных лимфоузлов, рубцовая структура антрального отдела желудка, компенсированный стеноз, последний сеанс баллона дилетации от 29.04. На момент осмотра поверхностной антральной гастриты негативный, С13 дыхательный тест отрицательный, при обращении обращает на себя внимание жалобы на постоянную рецидивирующую изжогу на фоне попыток отмены ингибиторов протонной помпы, жжения в ротовой полости, принимает ингибиторы в течение последнего года с краткосрочным положительным эффектом, то есть фактически как только пациент пробует отменять ингибиторы, жалобы рецидивируют. На момент осмотра каких-то данных вот таких вот за рефлюксу пациента нету. С учетом длительно сохраняющихся жалоб мы решили все-таки пациенту проводить суточную импеданс-пиашметрию, чтобы оценить, есть или нет рефлюкс. И действительно здесь еще необходимо рефлюкс дифференцировать с такими вещами, как функциональная изжога, как те же жалобы, которые вообще ничего общего с рефлюксами не имеют, потому что в том числе никто не мешает пациенту иметь какие-то соматоформные дисфункции желудочно-кишечного тракта. Ну, собственно, вот примерно то, что и показало исследование. В течение суток, как мы увидели, у пациента были только краткосрочные постпрандиальные рефлюксы, то есть после приема пищи. В то же время патологических кислых и некислых рефлюксов в течение дня у пациента не выявлялось. После этого пациента была проведена коррекция терапии, были отменены ингибиторы протонной помпы. Пациенту были назначены прокинетики, мы с ним договорились так, что вот он принимает их только до приема пищи. И в том числе пациент у меня пошел, обратился к психотерапевту для того, чтобы скорректировать свою функциональную изжогу. Ну и, собственно, на фоне приема дополнительно назначенных препаратов пациент успокоился, он действительно увидел, что рефлюксов у него нету, там, допустим, никакой патологии страшной у него нету. На фоне комбинированной терапии на сегодняшний день достигнута положительная динамика. Фактически вот постоянная рецидивирующая изжога пациента не беспокоит. Прием ингибиторов постоянный пациенту не требуется, потому что он ему не показан. Мы с ним договорились, проговорили необходимую назначенную терапию, которую необходимо назначить. Тоже вот примерно где-нибудь через полгода мы с ним повторим это исследование, посмотрим, что у него есть или нет в динамике. Но так или иначе, это позволило нам совершенно точно поставить пациенту диагноз и работать с ним дальнейшую терапию. Еще одна демонстрация. Здесь пациентка после удаления гастроктомии от 2009 года. Обратилась она ко мне с тем, что в течение последних двух лет она регулярно госпитализируется по скорой медицинской помощи с диагнозом аспирационная пневмония. Просыпается, чаще всего это происходит в ночное время, пациентка просыпается от приступов удушья, сжения в пищеводе, ротовой полости, то есть фактически по ее описанию она захлебывается содержимым на фоне приступа. На постоянной основе после гастроктомии пациентка получает ингибиторы протонной помпы, урсодезоксихолевую кислоту, антоциды, альгинаты, все без положительной динамики. На компьютерной томографии данных за рецидив основного заболевания нет, но в легких множественные очаги воспалительного характера, то есть у пациентки вот такая вот непрерывно рецидивирующая верхнедалевая пневмония в течение последних двух лет. То же самое после тщательного обследования. Данных за рецидив основного заболевания на момент осмотра нет. По ФГДС на такой незначительный дистальный катаральный рефлюкс изофагит, я бы сказала так, невыраженный. То же самое проводим мы пиашметрию, и соответственно, что мы видим, что у пациентки после перенесенного оперативного вмешательства, во-первых, полностью отсутствует кислота продукции, как и должно быть, но у нее есть очень высокие рефлюксы, которые достигают максимального отдела пищевода. И они у нее действительно были непостоянные. Они у нее по большей части на самом деле были в ночное время, и как раз вот здесь очень важно было то, что мы увидели, что заброс непостоянный, а то, что просто он очень высокий. И мы стали разбираться с этой пациенткой, была ей скорректирована терапия, в общем-то, все препараты, кроме прокинетиков, ей были отменены. И дальше, когда уже мы стали разговаривать, мы с пациенткой сформировали немножко другой рацион питания, там, соответственно, образ жизни. Я заставила пациентку сделать фактически функциональную кровать с поднятым изголовьем. Она у меня сейчас спит фактически на 45 градусов, практически полусидя. Но смысл в чем, что за последующие... Ой, простите, пожалуйста, Борис Сергеевич, у меня немножко беда. За последующий год наблюдения, вот год назад эта пациентка была, количество рефлюксов у нее сократилось буквально, по-моему, до двух или трех за год. И больше в дальнейшем... Извините, пожалуйста, можно попросить? Да. И больше госпитализация пациентки не требовалась. То есть, во всяком случае, вот с такими симптомами она уже по скорой помощи не уезжала. Ну, какие-то, естественно, рефлюксы у нее сохраняются. Но вот тоже на данный момент мы планируем повторить как раз пиашметрию, посмотреть. Ну, в общем-то, динамика однозначно положительная. И еще одна методика, которую мы сейчас очень активно начали внедрять, и тоже очень интересная, которая позволяет нам дифференцировать пострезекционные синдромы с точки зрения диареи, недостаточности анального сфинктера и комбинированного расстройства. Это в основном пациенты после оперативного вмешательства на толстые кишки. Это пациенты с передними и нижними резекциями. Это пациенты после оперативного вмешательства. Это гинекологические пациентки. Когда пациент приходит с какими жалобами? Допустим, пациент приходит и говорит, что у него в течение, там, после операции, Допустим, после передней и нижней резекции Нарушение стула Начинаем разбираться, стул какой Какое количество Дификаций в день, и пациент говорит 20-30 раз, вот у меня диарея, но при этом Что на себя обращает внимание, допустим У пациента нет как таковой прогрессирующей Потери массы тела Начинаю опрашивать пациента, скажите, пожалуйста А вы вот эти позывы на дификацию Вообще чувствуете? Ну, собственно, доктор Вот я к вам в памперсе пришел, пока шел по коридору Вот еще там три раза случилось, или не могу Дойти до туалета, и вот здесь Вот нам на помощь приходит как раз Сфинктерометрия, которую мы начали Сейчас очень активно проводить, для чего? Для того, чтобы действительно вот дифференцировать Где у пациента Гастроэнтерологические аспекты, действительно Диарея обусловлена там, в том числе оперативным Мешательством, нарушением микробиоты Воспалительными изменениями в кишке Какими-то послучевыми изменениями И где У пациента еще второй Компонент, который Проявляется в виде как раз Недостаточности анального сфинктера На сегодняшний день Всем пациентам у нас, которые находятся На стационарном лечении после Передних и нижних резекций Мы проводим как раз сфинктерометрию в условиях стационара Об этом будет тоже сегодня доклад, который Как раз подробно докладчик расскажет О том, что мы делаем Но так или иначе, вот эта вот комбинированная Терапия с двусторонним подходом В данном случае помогает достичь максимально Положительного эффекта, потому что Пациенты сложные, и наша задача Не только уменьшить симптоматику Но и вернуть пациента вот к максимально Хорошему качеству жизни после оперативного Мешательства, чтобы наши больные Возвращались, ну, собственно К каким-то своим привычным делам, да И могли Жить в максимально хорошем качестве Субтитры сделал DimaTorzok